Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал G-Ware. С вами снова Джо, добро пожаловать в... Ялден Ринк, я опять не попал по кнопочке. В прошлой части мы убили какой-то босса и получили какую-то новую, какую-то новую штуку. Вот это при добавлении в снамбе снимает проклятие Повелителя Крови. Что? Можно добавить во флягу. Полученная смесь снимает проклятие от ужасающего кровавого обряда Мога Повелителя Крови. Надо? Мы, кстати, с Могом можем встретиться. Как бы это забавно не звучало, с Могом можем. Мог это челик, который находится вот в этой красной локе. По всей видимости, это босс из той самой локации. Мое предложение. Старуха, подземелье, возможно дерево. И, может быть, что-то еще по пути здесь интересное отыщем. Скорее всего, да. Скорее, да, чем нет. Найдем здесь что-то интересное. Я к тому, что не стоит забывать хилиться, потому что у нас баф при фулл-хп. У нас баф при фулл-хп, баф по дэмэджу, который достаточно ощутимый. Достаточно ощутимый, чтобы не забывать о нем. Так что да. Бабулита, что ты мне хочешь рассказать? Читай. Да, пожалуйста. А-а-а... А-а-а... Который путь, к северному птицу. Который путь ведет, так и следите. Который путь ведет, только больше... ясенька окей у торговец 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 я с тобой с радостью поторгую торговец чё продаешь древнего драконьего апостола окей купим купим всеми очевидные ключи почему нет у нас есть деньги и две подсказки незаметные убийцы и тени бесов сейчас посмотрим незаметные убийцы не все убийцы видимо невооруженным глазом кажется у часовых древа эрт когда-то были факелы позволяющие обнаруживать этих пронир про пронир и тени бесов тени бесов на кладбище героев неуловимы лишь свет розуса может придать им форму ауха окей здесь много медузок пойдем по их следу может быть они нас приведут катакомбом очередным чего охраняйте о подожди это не та пещера где я спускался ну как бы похоже что да а видимо ночью это шахты кстати сейчас наберем еще ресурсов медузки видимо ночью начинают появляются некоторые лут может быть какая-нибудь мини пещерка не зря же я скатился нет зря ну ладно иногда бывает там скрытые пещеры где-то туннель альтуса какие-то новые враги о скрытый кузнечный камень недостаточно скрытый для меня чё за сундук вы охраняли друзья руническая дуга окей окей потихоньку копится будем их использовать я тебя вижу я вижу там лут но это точно ловушка ну а так а так это намного сложнее попадать с этих пушек чем чем вам кажется какая-нибудь скрытая потайная пещера нет подъем наверх я там будет написано о молодец или чем это все зря предмет пока не здесь дай угадаю на что-нибудь такое вижу копателей вижу чуваков с косами на втором этаже начнем сперва с этих ребят окей одной молнии хватает чтобы убрать 1 я слышу движ какой-то наверху начался а это видимо еще один копатель только который с заклинаниями мое предложение ему спускаться и подраться сам потому что вот это ему не поможет явно давай я хотел маны выпить слушать так так много всяких разных штук заряжена целых целых две фляги я их между собой путаю стоят тоже надо быть гением чтобы умудриться и и правильно выпить две фляги и не перепутать их местами господи какой же дэмэдж я прям я кайфую впереди талисман но осторожно дальний бой вово 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 а мы такую штуку уже встречались она кстати физикал дэмэдж наносит так что теоретически мы можем блочиться щитом я знаешь что боюсь что мне не хватит дальности да боюсь что мне нечем порадовать этого зверя кроме случая если мы все-таки полезем по корню попробуем может быть талисман не с этого зверя падает может быть талисман это просто награда которая здесь валяется сомневаюсь что отсюда тоже смогу закинуть оружейный талисман 2 посмотрим посмотрим мне кажется отсюда тоже не докинул и я упал я упал просто феноменально там кстати внизу еще какой-то уровень вот здесь еще что то есть я знаю насколько я играю с огнем вообще с этими с этими паркурными фичами а тут еще одна окей припряталась сволочь там какой-то лут господи здесь лут на века в этой комнате у меня слишком много этих обломков вниз похоже дальше есть куда там похоже какая-то пещера внизу нет это 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 грязь просто окей и обратно домой не попал форшо талисман какого-то оружия да и серьезно у вас целых три штуки одинаковых талисманов есть ну типа окей он по этот повышает на сколько ну типа на 14 в моем случае этот еще плюс два с половиной плюс один и девять этот еще сверху немножко прибавляет вау круто три одинаковых талисмана по сути супер супер так я не я уже не помню откуда я пришел возможно возможно здесь я как раз противников уже убивал да да я зашел сюда немножко неловко от того что я потратил да это как раз та пещера куда я ходил что я потратил все своем и у меня всего одна бутылочка осталось ты потом у там сзади еще кто-то пульсирующий цветок до сих пор не знаю для чего они нужны окей и у нас остается одна дорожка прямо 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 в логово босса по всевидимости хотел бы я верить так но здесь огромное огромное количество этих этих штук и еще одна они прям дверь босса охраняет действительно скрытый лут я так и знал кузнечные камни что-нибудь здесь это выглядит как как-то интересно закуток но ничего здесь и это просто руда по всей видимости босс а это эти это эти эти кристалли кристаллиты опять сколько 2 и пи 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 ох нихрена я ему шарахнул и и все то есть не острое оружие против них вот настолько хорошо работает кузнечная сфера рудокопа 2 кузнечный колокол не могу читать теперь это второго уровня следовательно мы теперь третьего и четвертого уровня мрачный камни можем в бесконечном количестве покупать у двухголовых торговок мало древа эрт и где твое босс древо скажи мне покажи мне я вижу просто мега здоровая чучела похоже это наш босс сегодня похож на гаргулью я не знаю чем будет делать поэтому чуть-чуть издалека подождем на окаменяющее проклятие разливает повсюду у она устакается нормально так и поливает он здорово но вроде как скелеты терпят еще один удар я думаю стан и скелетики оттанчили враг повержен пролита багровая слеза и твердая крапчатая привет слизень фоллоу слизень э сири отозвалась сири я не знал что твое тайное имя слизень уууу золотой удар это это обилка которая у текущего моего молота это наверно место чтобы выбраться на поверхность уууу здесь какая-то мельница рабочая хеллоу бабка ты злая выглядит недобрый осторожно печаль это красная но покровительство древа эрт это наверно баф слушай а вот вот как раз таки я вот подумаю что бафа нам как раз какого-нибудь не хватает повышается сопротивление не физическим свойствам у вас и союзник этому повышать демок слышали как-нибудь про повышение демок звучит прекрасно так я хотел добраться раз я уже здесь посмотри бабки выбрались у них выгул я хочу посмотреть что это за городок ты чё живучи у они еще кидаются вот что происходит с бабками когда они и в этом в одиночестве живут на природе они дичают а потом начинают калом в людей кидаться чё это да славится кольцо элден вот она мы нашли элден ринг наконец-то наконец-то представляешь бабки живут себе в одиночестве никого не трогают приходит какой-то чел с рогатой рогатулины с огромной дубиной вырезает всю деревню и и вообще ведет себя как черт и вот такое отношение строится к героям вот здесь костер да минула деревня ветряной мельницы о саридом бабки flexed и он указать щит люк отдал сбит час смотри они там сари flexed это 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 ой я слышу праздничную мелодию нет нет не сдирай с меня кожу клянусь она грязнее грязи оре то кто кто стоит это это тапата кота када co peimat «то это 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 теперь дитим embedded и тетいて тер Hatux а потом поб Os可 chica chic band popoc TO threatened получите толькоabu папочка качетаid petiritel它 кто бы поп поп потеmente тетатататататав ну им весело мы же не будем вырезать деревню где бабки веселятся мы просто ее ограбим это безумно странно это это очень странно о лошадь а здесь еще странно я вот сейчас увидел труп мужика в кустах а вы злые вы злые вы злые вы не танцуете вы злые мне кажется они затряхали этого мужика до смерти сечешь что ж ну пойдем к самой главной мельнице раз мы здесь и это какое-то очень веселое интересное место я не думал что мы что-то такое подобное встретим здесь эй дружочек ты официально досмотрел до середины видоса не забудь нажать лайк и подписаться это очень помогает а ей а я убиваю только тех кто на меня агрится я супер френдли я самый френдли друг которого вообще можно в принципе встретить молодец молодец потому что я никого не убивал я дружил со всеми а тот кто дружит со всеми тому как бы того собака съесть пытается о мать о мать а ну и все теперь бабки на меня агрится из этой собаки все бабки агрится вся деревня у них даже глаза красным загорелись как они хотят мой но к сожалению не получит только этот пак похоже на меня согрался мы практически добрались доверху еще как это бабка сидит грустит пилингут килинг ол олд бич с так эти молятся а эти танцуют эти злые она укусила себя за руку чтобы наложить ядовитый дэмэдж на свою руку сумасшедшие старые клюшки я не могу сюжета очень интересная локация на самом деле это прикольно сумасшедшие бабки это всегда прикольно а я я вижу этого год 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 скина его проблема в том что в этот раз я на коне и мы в открытой локации поэтому а и у меня теперь есть прах со скелетиками которые а грят стукните в разок братья есть я не попал это это был фейл конечно а он прыгнул а паразит мы таких уже видели нам 90к тогда за такого дали 14000 но это потому что мы в поле свежеватели божественной кожи и карающие черное пламя кстати черным пламенем может и попользоваться на самом деле окей окей мы добрались до костра видимо это конец этой локации все же посмотрим я предлагаю распределить спелы попробовать что-нибудь новое еще вот есть дорожка вперед вот вот по левой стороне час они вниз давай распределим у нас есть новые обилочки которые стоит посмотреть так и 5 сек протест выглядит интересно это хил это они самонаводящиеся мне больше интересно что у нас есть дэмэдж об увеличивает физическую атаку вот это мне интересно слушай они до сих пор летали там и типа все вот забавались похилились и погнали и это должно разрывать жопи не врагом это последний закуточек в этой локации я не знаю я не уверен насколько сильно нас преисполнилась физическая атака в данном случае но будем верить что эта штука действительно работает и все здесь мы закончили интересная лока предлагаю все таки окунуться под мост посмотреть что там добраться до башенки и завершить на этом сегодняшнюю серию учитывая весь весь прикольный прогресс даже даже паре боссов сегодня натыкали а значит прогресс действительно есть так я вижу дорожку под мост а здесь подожди вот здесь еще есть одна ветряная мельница с этой стороны давай вот таким образом посмотрим вот это вот это потом спустимся вниз и до башенки я думаю что я смогу из этого выжить что-нибудь на 30 минут видоса я вижу там снова танцуют бабки вижу патрули вижу какие-то руины с левой стороны кто-то в костре горит они оживать начали и взрываться я какое-то копье оттуда вытащил вот еще печальненько я забыл что я получил с год скина я хотел посмотреть что за пику я с него получил но скорее всего это какой-то двуручный супер меч да посмотрим во первых эти обе штуки были на копья похоже вот то что я сейчас поднял и до этого вот это свежеватель божественной кожи я поднял с год скина это ловкостная черный огненный смерч наполовину серп наполовину копьем а здесь я поднял парный клинки рыцаря по моему а еще мы поднимали до этого на геннаду элеонора вот такие предметики аукой окей окей здесь как это некоторым болото происходит а это это не руины мне показалось это мост это мост сбоку так выглядит что-нибудь интересное немного кровавых роз просто болото с фиалками лоды и лоды проверили ничего интересного крыски крыски что-то охраняет всегда ага здесь еще одно пастбище у западной мельницы чё-то чё-то они там охраняя я вижу еще одну здорово про гигантских крыс теперь вы знаете где искать прах гигантских крыс он здесь у западной мельницы метка здесь окей окей спускаемся вниз а сейчас сперва посмотрим может быть что то есть на мосту я очень сильно сомневаюсь может быть там конечно есть какой костер и спускаемся под мост посмотрим что под ним от нас прячут здесь патруль но но на мосту кто-то стоит прям в конце моста сильный противник наша битва будет легендарно пожалуйста мимикрия ягодицы не требуется вероятно бог какой-то солнцели кичал который сразу же исчез после того как я его стукнул может быть это как это дпс проверка а голова отсутствует понятно лоды лоды го под мост интересно чё это чё это был за чувак может быть это реально проверка на дэмэдж типа по его ваншотнуть надо было или или я слишком медленно бил слушаем здесь клин морики есть здесь явно что-то интересное должно быть может быть спуск например какой-нибудь о чёрт я не убил эту штуку с первого удара теперь она меня замучает как мне нравится тяжелая атака у этого оружия я просто не могу кстати и щит выпал такой который у меня уже есть что достаточно прикольно вы ребятки агрессивные уже нет счет они здесь раскапывают здесь есть прыгун на второй этаж мне кажется чё-то они от нас прячут вот здесь точно есть костер но я же говорил либо внизу либо наверху и все же мне кажется что здесь что-то интересно должно быть не может его не быть иначе здесь бы не 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 напихали столько неписей здесь можно спуститься еще ниже вот это мне уже кажется подозрительным как будто какой-то тяжелый топ отслышал возможно это просто вот эти чудики 540 с одного кстати он не все приятно учитывая что они умирают с одной атаки тяжелый нет я вернусь обратно к мельнице здесь вроде вроде ничего не оказалось да ой я думал что сейчас умру окей окей го попробуем сесть у костра запрыгнуть еще разок на на мост может быть там опять появится этот чел оп чёрт перескакнул немножко сужда здесь кто-то умирал на этом мосту что удивительно значит это не такой уж простой чел значит в нем есть какой-то секрет окей окей я проверю я проверю если я не прав значит я не прав если если я не прав значит вы не увидите ничего но если я не прав значит я прав а смотри-ка вот кого я слышал они перевозят мне новое оружие осторожненько потихонечку окей убьем мелочевку вот этого чела теперь здорово все кузнечный камень 4 спасибо больше ничего из них не выпало и остались только тягуны я я пожалуй разделаюсь с этим маленьким патрулем прям под под ребра моему коню зашла объясни у это больно а вы говорите не голова слабое место вы не правы господи голова у них не самое слабое место так и чего охраняли какое оружие вы везли большая звезда это большой молот накладывает кровотечение реально просто огромная хрень с выдержкой примите устойчивую позу и мужественно выдерживаете вражеские атаки улучшает баланс и уменьшает получаемый урон окей перед нами остались руины и башенка впереди я думаю что это будет достаточно хорошая и насыщенная серия го посмотрим руины я вижу там собак если не ошибаюсь это собака с наросшими прыщами я погорячился наверно сагрив всех собак в этой локации немножко саму малость у как они отлетают только ради этого только ради этого я всех нагрел окей вся и вот эта штука осталась а нет еще одна еще одна прямом смысле есть все я видел тут пюре х это ползает повсюду на меня она особо не интересует подземелье вот чем не интересует окей окей го данжик босс да окей сразу набафаемся и все жопа имбая не контрится че могу сказать это было больно кровавый бинт кинжал да какой-нибудь да вот он рапира 57 кровотечения скелес по колдовству но при этом не наносит магического урона у смотри как красиво шнель колющий меч со спиральным клинком изящество династии вулкан гельмир и куча мертвых противников там какой-то движ происходит просто безумный но проверять я буду в следующей части ребята большое спасибо за то что посмотрели сегодняшнюю серию ставь лайк подписывайся и увидимся в новых с вами был джо желаю всего хорошего пока